Самолет из Кирова совершил экстренную посадку в Саратове из-за низкого давления масла. Недостатки прошлогоднего ремонта асфальта исправят по гарантии, а найденную в городе Лисицу проверяют на бешенство. Эти и другие новости далее в эфире традиционная рубрика короткой строкой. Самолет из Кирова совершил экстренную посадку в Саратове. Ан-148 утром в воскресенье выполнял рейс в Симферополь. На его борту находились 72 пассажира. В начале 9-го часа судну пришлось приземлиться по техническим причинам. Пассажиров разместили в здании местного аэропорта. К месту назначения их отправили несколькими часами позже резервным бортом. Причины экстренной посадки выясняет транспортная прокуратура Саратовской области. По предварительной информации у самолета сработал датчик низкого давления масла в двигателе. Недостатки прошлогоднего ремонта дорог устранят до 1 октября. На улице Ульяновской в асфальтовом покрытии появились трещины после строительства ливневой канализации. Напомним, ремонт здесь проводился в прошлом году. Асфальт потрескался, несмотря на 4-летнюю гарантию. Работы по устранению ориентировочно начнутся в среду по окончании строительства ливневки. Стоит отметить, что в администрации потребовали ускорить и ремонт трассы Киров-Русская. Для этого подрядчику посоветовали ночевать прямо на объектах. Кировчанам напоминают о необходимости прививок против гриппа. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что вакцинация показана всем жителям области старше 6 месяцев. Пройти ее необходимо в период с сентября по ноябрь. Кировчане нашли в городе спящую лисицу. Животные обнаружили местные жители в воскресенье на парковке одного из жилых домов. О своей находке они сразу сообщили в расположенную неподалеку ветеринарную клинику. Сотрудники забрали зверя, чтобы проверить его на бешенство. Кировчане отметили День танкиста подарками воспитанникам детского дома. Ветераны войск ежегодно проводят такие встречи с детьми. Семья детского дома провела для гостей танцевальный концерт. В ответ гости также спели песни из мультфильмов. Танкисты подарили воспитанникам игрушки и канцелярские товары. Позже ветераны танковых войск встретились у монумента Кировчане фронту. Во всех праздничных мероприятиях принял участие председатель ЗАГС собрания Владимир Быков. Кто хоть раз находился внутри танка, тот никогда не забудет вот того чувства гордости за эту мощь, за эту силу, за дружбу экипажа, который выполняет боевые задачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова